здорово мужики сегодня я делаю дробь свою собственную чтобы не покупать потому как дробь дорогая не будем много разговаривать я сейчас вам покажу как я ее делаю у меня процесс уже начат уже производство идет производство очень простое делаем все очень примитивно быстро и друг получается нормального качества хочу забежать немножко наперед вот покажать вот такого качества получается мне дробь не вся она идеально ровная но у меня есть еще есть дробокатка мы еще прокатаем ее будет она идеальная здесь уже тоже налили ну так треть банки уже смотрите все просто газовая печь для комфорки на одной комфорке стоит банка консервная которой мы топим свинец во второй на второй комфорке стоит банка консервная такая же точно внизу проделаны отверстия 0 8 миллиметра ну я не мерял может быть и миллиметр такого диаметра но у меня их на этих банок вот такая такая вот сейчас греется вот это все вот так делается загиб обычный для плоскоупцев для того чтобы можно было так взяться за банку вот здесь дырочка но отверстие маленькая здесь одно здесь два там четыре ну в общем банок консервных они жалко тут можно экспериментировать как угодно посмотрите в этой баночке сейчас сделано 4 отверстия но я стараюсь чтобы лилось только через одно или через два потому что четыре много но там угадан диаметр обычным шилом протыкал там кончиком шива смотрите ребят здесь в банке вода верхушка может быть два сантиметра два три сантиметра налито обычно моторное масло нужно лить в патоку ну так как по таки нет можно использовать моторное масло тоже отлично работает сейчас его сделаю картинку поближе чтобы вы видели как это делается на самом деле и так друзья у нас здесь подошло уже подошел свинец вот тут мало сейчас мы добавим обязательно вот эту горку которая про импровизирована это кусочек листового металла и на нем одета тряпочка мы смачиваем вот так маслечко немножко уже подостыла воды водичка в банке должна быть горячей ну такая градусов 70 60 70 нормально и сверху вот такой слой вот видно сколько масла его просто наливаешь она вверх всплывает вот старайтесь держать баночку так чтобы баночка была от горки начала горки где-то сантиметр полтора и вот в начале горки вот так вот и льем дробь я уже напомнил что дробь получается не совсем идеальных форм у меня есть дробокатка которая потом прокатая она будет идеальная в принципе заморачиваться делать какие-то приспособления козлики вот так вот ребят все просто на коленке по-быстрому и отличная друг получается друг номер дроби где-то вот сейчас уже немножко подстывает свинец вот видите что получается начинает стыть не нагрел хорошо свинец сейчас ребятки нагрею хорошо и пойдет дело веселей постоянно надо желательно вот вот эту горочку по которой скатывается свинец желательно постоянно смачивать маслечка смотрел пробовал просто воду лить его разрывает свинец просто разрывает а вот в маслечка обалденно получается так что друзья вот это меня заняло здесь уже килограмма три в банке налита дроби там уже меня пару килограмм килограмм 5 я лью может быть течение получаса единственное но отнимает время то что сейчас прогревается свинец потому я говорю что надо две банки надо в одной банке топить переливать в тушу лить и так быстрее дело идет у нас получается дробь номер где-то пятерочка семерочка самая маленькая я замерял примерно ну я вам скажу тройка даже получается даже я отбираю просеиваю даже до единицы получается дробь до нулей туда дробь отличная просто обалденная свинец ребят надо твердый нужен свинец я мешаю пополам твердый свинец мягким то есть аккумуляторный свинец и мягкий свинец тот который идет в кабелях для кабелей для электрических для высоковольтных все подстывается нет все надо заканчивать смотрите по мере наполнения свинцом банку получается вода выжимает и здесь я применяю такой вот способ сейчас вам покажу самый простой да все самое простое самое элементарное берем вот такой кусок шланга опускаем сюда и ртом немножко вытягиваем пошла на шланг прозрачный видно вот немножко слили воду все показываю ребята все сплошная кустарщина вот ребят и получается для себя чтобы не покупать у нас на украине дробь на сегодняшний день стоит от 80 до 110 гривен ну то есть не слабо а килограмм дроби как все вы прекрасно охотники именно понимают это порядка 30 патронов зарядить 12 калибра ну то есть при интенсивной охоте на пернатую дичь это можно сказать что это ничего вот так вот друзья льем и не надо никаких там дроболеек не ну кому интересно делать дроболеек заморачиваться над этим делом ради бога я это дело делаю один раз в год и для этого делать дроболейку вот у меня и так отлично получается не знаю не жалуюсь вот ребята вот таким примерно способом я и лью дробь и так друзья вот такой вот простой элементарный способ может быть кто-то будет смеяться скажет мог бы сделать и дроболейку не хочу я усложнять вот так все просто быстро это все делается буквально за час я себе наливаю дроби мне хватает на на год тем более сейчас охота запрещена как таковая ездим по гостевым охотам по приглашениям больше в другие областях ну то есть охоты интенсивной нет больше для пострелушек по мишеням так что ребят на этом все всем пока всем удачи ну и всем хороших выстрелов ну